МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 130 единиц уборочной техники, 77 средств малой механизации, свыше 650 дворников. Ситуация под контролем. К слову, уборка могла быть более тщательной, если бы не припаркованные автомобили. Улицы Гвардейская, Сколковская, Триумфальная и Белорусская. Здесь в приоритете ручной труд. Технике не хватает пространства для маневра. Регламент уборки территории на сегодняшний день выглядит следующим образом. В течение двух часов после выпадения снега более двух сантиметров начинает работать подметающая техника и дворники. То есть это механические щетки на тракторах МТЗ-82 проезжают по внутридворовым проездам. Затем расчистка снежных накатов. Здесь уже без тяжелой техники не обойтись. Сразу после обработка противогололедными реагентами. На пятые сутки вывоз снега. В момент снегопада наша основная задача была именно очистка дорог, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта. В среднем у нас было задействовано 65 единиц техники, 18 КДМ, 33 МТЗ. Значит, около 100 человек дорожных рабочих. Трижды обработали проезжую часть противогололедными реагентами и зарасходовали более тысячи тонн материалов. Сейчас основные усилия дорожников направлены на вывоз снега. Уже вывезено больше, на сегодняшний день, уже больше 20 тысяч кубометров снега с дорог общего пользования. Значит, нормативные документы в зависимости от категории дорог нам предписывают убрать валы и все, что тот снег, который был сформирован в результате, собственно, очистки, в течение 9-12 суток после окончания снегопада. Осадки хоть и были аномальные, но дорожные и коммунальные службы оказались к ним готовы. Пока синоптики снегопада не обещают, но расслабляться рано. Нужно вывести то, что уже убрали. Качество зимней уборки будет по-прежнему на особом контроле. Евгения Августина, Олег Мещерский, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».